В эфире новости Анапа Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Я прошу просто всех консолидироваться для того, чтобы город был украшен. Готовимся к Новому году. Как Анапа преобразится к празднику? Историю возобновить. Молодежь-то не знает вот эти имена, фамилии, героев наших. В честь героя. Анапский аэропорт назван именем летчика-испытателя Владимира Кокенаки. Истории и мнения горожан. Открытые сердца. Дети с ограниченными возможностями здоровья поделились, каких высот достигли за минувший год и рассказали о мечтах. И начнем с главного. В следующем году объем доходной части муниципальной казны составит 4 миллиарда 319 миллионов рублей. Сегодня в администрации города-курорта прошли публичные бюджетные слушания. Основные расходы – социальная сфера. Сюда планируется направить более 70% всех поступлений. Подробнее в нашем материале. Бюджет Анапы на будущий год эксперты называют сбалансированным и проработанным. Динамика положительная. Профицит составит более 11 миллионов рублей. По причине перераспределения полномочий городское здравоохранение будет финансироваться из региональной казны. А вот содержание культурной сферы полностью ляжет на плечи муниципалитета. Экономисты прогнозируют увеличение темпов роста показателей развития хозяйственного комплекса, доходов населения, показателей рынка труда. Расчет формирования доходной части бюджета основывался на прогнозных данных Управления экономики и инвестиций по социально-экономическому развитию муниципального образования на среднесрочную перспективу в отраслевом разрезе. В индексах потребительских цен, объемах фонда зарплаты, показателях собираемости налогов, динамики за предшествующие годы, ряде других параметров, влияющих на изменения налогооблагаемой базы. Отличительная черта – социальная направленность бюджета. Более 75% всех расходов придутся на поддержку населения, образования, спорт и культуру. Для работников бюджетных учреждений, которые относятся к отраслевой системе оплаты, запланировано повышение зарплаты на 5%. Основные же расходы придутся на муниципальные программы. Таких в следующем году будет 19, каждая по своему направлению. В программе развития образования в 2019 году предусмотрены расходы в сумме 2,418,9 миллионов рублей, которые предлагаются направить на обеспечение деятельности 44 детских садов, 89 школ, 9 детско-юношеских спортивных школ и 4 учреждений дополнительного образования. Помимо текущего содержания в программе заложены средства на ремонт и строительство новых детских садов и школ, оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием, мероприятия по обеспечению безопасности и многое другое. Теперь, после рассмотрения проекта бюджета в комитетах, 20 декабря его вынесут на сессию Совета муниципального образования. Если депутаты проголосуют за, главный финансовый документ, по которому мы будем жить в следующем году, будет принят. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапа продолжает готовиться к Новому году. Глава города Юрий Поляков дал поручение закончить работы по оформлению торговых объектов и общепита к началу в следующей неделе. Помимо этого, необходимо организовать торговлю в предпраздничные дни. Как выполняется поручение главы, выясняли наши корреспонденты. Конкурс на лучшее оформление стартует уже через неделю. До 10 декабря предприниматели должны украсить свои предприятия торговли и общепита к Новому году, оформить фасад гирляндами и разместить в помещении новогоднюю атрибутику. Я прошу просто всех консолидироваться, для того, чтобы город был украшен. Торговля на театралке, украсить все, чтобы было. Наталья, прошу вас, уделите внимание. Будет объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Победители ждут награды. Особое внимание безопасности. Бенгальские огни, фейерверки и петарды могут омрачить любой праздник, если не соблюдать правила. Чаще подводят именно некачественная пиротехника. В Анапе круглый год фейерверки продают более 10 магазинов. Их инспектируют рейдовые группы, проверяют документы, а также сами помещения. Пиротехнические изделия – это у нас самый, наверное, специфический товар. В первую очередь, это должны быть объекты, только соответствующие всем требованиям действующего законодательства, специализированные магазины. Только там можно продавать пиротехнические изделия. Ни в коем случае рекомендую настоятельно не покупать с прилавков, которые будут стоять с улицы, продаваться с машин. Это строго запрещено. Потому что эта пиротехническая продукция однозначно куплена незаконно. Однозначно на нее нет никаких документов подтверждающих. Документ, необходимый на реализацию – это, естественно, сертификация ответствия, накладная на этот товар. На объектах, которые будут осуществлять несанкционированные торговли, это все, естественно, отсутствует. Совсем скоро на общении смогут купить и главный символ Нового года. Менее чем через две недели в городе начнут работать елочные базары. Зеленую красавицу можно будет выбрать на ярмарках и торговых точках. Сейчас ведется прием заявок от предпринимателей. В управление торговли обращается, в первую очередь, естественно, свидетельство предпринимательской деятельности, пакет документов на реализуемую продукцию. То есть, если это елки наши, значит, где это была вырублена документация подтверждающая. Если это импортное производство, значит, соответственно, сертификация ответствия, растаможка и все остальное. Праздничные ярмарки будут организованы и на театральной площади. В прошлом году они пользовались большой популярностью анапчан. С 29 декабря столовые и рестораны угостят прохожих вкусными новогодними блюдами. А коллекционеры смогут порадовать себя покупкой эксклюзивных подделок в домиках ремесленников. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Готовиться к празднику начинают и жители города-курорта. Кто-то создает атмосферу волшебства с помощью ярких гирлянд. Другие собирают наряд для елки из игрушек, символизирующих животные Нового года по китайскому календарю. Обязательно украсим гирляндами, шариками, елочку поставим, гирлянды повесим на окно, чтобы светилось. И с улицы было видно, как весело у меня дома. Игрушки, елочка обязательно свеженькая такая. Я живу в общежитии сельхозтехникума, и мы украшаем сами комнаты свои, гирлянды вешаем уже. Но елки нам не разрешили, потому что это пожароопасно. Только так. Гирлянды всякие, мишура, все. Ну и маленькая елочка. Обязательно должна стоять живая елка. Искусственную не признаю. Обязательно должны игрушки, соответствующие году. Хрюшечка будет у нас. Экспертный совет конкурса «Великие имена России» на заседании 4 декабря утвердил итоги финального голосования по выбору имен для 47 аэропортов участников проекта. Международный аэропорт Анапу теперь будет носить имя заслуженного летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Кокенаки. За него отдали свои голоса более 32 тысяч человек. Интересно, что и на втором месте оказался тоже летчик Вадим Фадеев. Тройку лидеров замкнула актриса Клара Лучку. На этапе отбора претендентов в списке было немало фамилий. Среди них и генерал-лейтенант Дмитрий Пеленко, первый начальник Черноморского округа в Российской империи. И Владимир Будзинский, общественный деятель, врач, основатель Анапского курорта. И поэт Иван Варава, и герой Советского Союза Дмитрий Калинин, разведчик, погибший в окрестностях Анапы. И здесь же похороненный. Словом, достойных было немало. Достойный человек. Почему бы не назвать аэропорт? Пусть все знают своего героя. В итоге большинством голосов победителем стал Владимир Кокенаки. Он родился в Новороссийске, работал в колхозе на виноградных плантациях. Был матросом и грузчиком в порту. В 1936 году Кокенаки впервые в мире выполнил петлю Местерова на тяжелом двухмоторном бомбардировщике ЦКБ-30. Через два года летчик в паре со штурманом Александром Брендинским совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва-Дальний Восток протяженностью 7580 километров. За это им обоим было присвоено звание Героя Советского Союза. К слову, Владимиру Кокенаки принадлежат 22 мировых рекорда. С одной стороны, это хотя бы историю возобновить. Молодежь-то не знает вот эти имена, фамилии, героев наших. В прошлом году в аэропорту Анапа провели масштабную реконструкцию. Пропускная способность нового терминала увеличена в полтора раза. Теперь он может принимать 600 пассажиров в час. Именно сюда во время сезона летом прилетают тысячи туристов, чтобы отдохнуть на нашем побережье. И теперь их будет встречать международный аэропорт имени Владимира Кокенаки. Творческое объединение «Открытые сердца» исполнило давнюю мечту. Его участники впервые вышли на сцену с несколькими танцевальными номерами. На отчетном вечере встречи и открытия дети с ограниченными возможностями здоровья поделились, каких высот достигли за минувший год и рассказали о своих мечтах. Уже завтра юные артисты выступят с хореографическим номером в городском театре. Год назад Данил был прикован к инвалидному креслу. Любое движение давалось с трудом, во всем была необходима помощь мамы. Патология врожденная, но все изменилось минувшей весной. Данилу сделали операцию в Москве. Теперь он, хоть и не без чужой помощи, может ходить и вставать на ноги. Со сцены маленький артист наизусть читает стихи. Как говорит его мама, у них прибавилось приятных хлопот. В следующем году Данил пойдет в первый класс. А еще он с удовольствием занимается дайвингом в анапском клубе и не представляет свою жизнь без творчества. В данный момент доктора никто не дает шансов, не обещают. Ну а мы тайно надеемся, что все-таки, если есть такие маленькие продвижения, то я так думаю, что мы должны хотя бы с палочками научиться самостоятельно ходить. А чем ты намешаешь больше? Красотки. Ну, будешь по-хорошему. Стать капитаном. Вечер встречи и открытий – ежегодный отчетный концерт. Члены клуба делятся своими успехами и в очередной раз доказывают – для них нет преград в творчестве. В этом году сбылась заветная мечта детей. Они начали танцевать. В их репертуаре есть три хореографических номера. Тех, кому трудно стоять на сцене, поддерживают родители. Как отмечает руководитель объединения, вместе с мамами они составляют единый тандем. Смысл танца – показать, что каждый человек достоин права жить и мечтать. Очень приятно видеть прогресс. Я вижу, какие детки пришли и как они на моих глазах выросли. Насколько активная социальная жизнь, общественная. Насколько они становятся социализированными, чувствуют себя уверенно в обществе, потому что они чувствуют себя нужными. И когда я вижу, что дети, которые совершенно не могли разговаривать, очень сильно комплексовали при людях и вообще терялись в обществе, выходят на сцену и каждый раз мне говорят – а когда дальше? А когда мы дальше будем выступать? А дальше график мероприятий, расписанный на месяц вперед. Ребята из клуба «Открытые сердца» намерены принять участие в концерте, приуроченном к Международному дню инвалида. А в конце недели их будут ждать в Геленджике, где они выступят на конкурсе художественного слова. По мотивам успехов юных артистов был сделан ряд фотоколлажей. Не так давно одна из участниц клуба вернулась с парадельфийских игр из города Ижевска. Она поучаствовала в творческом конкурсе подобного уровня впервые. Мы очень выросли. Выросли творчески. То есть настолько, как бы уже если смотришь, уже танцуем, читаем, участвуем в конкурсах, получаем награды, ездим, выезжаем за пределы Краснодарского края. Я могу сказать, что даже выезжаем именно за Краснодарский край. Клуб «Открытые сердца» работает на базе Анапского дома культуры. Сейчас в нем состоят 60 человек. Творческое объединение активно сотрудничает с молодой гвардией «Единой России» и «Дайвин» клубом «Акваклобус». По словам родителей, «Открытые сердца» стали для них большой дружной семьей, а творческие занятия – эффективной реабилитацией. Декабрь – волшебная пора, предвкушение грядущих праздников и, конечно, приобретение подарков родным и близким. В магазине «Алмаз» можно найти ценные презенты и прекрасным дамам, и представителям сильной половины человечества. Как не ошибиться с выбором, расскажем в сюжете. Качество, проверенное временем. Этот девиз «Алмаза» говорит о многом. За долгие годы работы многочисленные покупатели магазина уже успели оценить товары от надежных производителей и при этом по приемлемым ценам. Здесь четко относятся к нуждам покупателей и всегда грамотно проконсультируют по всем интересующим вопросам. Постоянно прихожу, покупаю товар, устраивает все. По ценам ассортиментов много. Все просто подошел, заказал, быстро не стоишь в очереди. Для подарков мужчинам в «Алмазе» огромный выбор инструментов. Самые востребованные в домашнем хозяйстве – шуруповерты, дрели, перфораторы, болгарки. Помощники на все случаи жизни. Здесь же инструмент для профессионального использования. А также бензопилы, косилки, актуальные для зимнего периода генераторы, расходные материалы. Не теряет спрос и ручной инструмент. Интересные предложения – всевозможные наборы для дома и автомобильные. В отделе электроинструментов магазина «Алмаз» постоянно скидки на электробензоинструмент. Также существуют скидки для постоянных клиентов, для наших друзей, так сказать. В отделе мелкой бытовой техники все для хозяюшек. Мясорубки, мультиварки, духовки, телевизоры, пылесосы, утюги, обогреватели, весы. Товары как российского, так и зарубежного производства. На любой кошелек, что называется. Тут для дома все. По кухне в основном. Вот я сейчас кофеварку возьму, подарю. Подарю жене. Здесь же можно приобрести и товары для виноделия, консервирование, мангалы. Отдельного упоминания стоит выбор посуды. Кастрюли из литого алюминия и облегченного чугуна сделаны по немецким технологиям. Изделие из нержавейки также не теряет своей популярности. Причем в кастрюле разного объема и формы. Ассортимент оценят даже самые взыскательные хозяйки. Магазин «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138. Телефоны 4-2763 и 30405. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки.